Лучшее в стране Спасибо огромное за приглашение Лина Александровна, большое событие Нас ждет в июле Я скажу зрителям и слушателям Страны ФМ, людям, которые Так сказать, недалеки от культуры Итак, со 2 по 5 июля этого года в Центральном Выставочном зале Манеж Союза Архитекторов России проведет первый всероссийский Форум-фестиваль с международным Участием архитектурной наследии Вот об этом расскажите нам Что к чему, как это появилась идея такая Я должна немножко уточнить, потому что Союз Архитекторов является как бы Ну будем говорить Инициатором этого мероприятия Но мы бы не смогли Даже подготовить его Без таких организаций Как Министерство культуры Российской Федерации Правительство Москвы И Департамент культурного наследия Союз Реставраторов России Что очень важно И Всероссийское общество охраны памятников Это вот основные участники Без которых невозможно сделать Такой крупномасштабный проект И мы бы не достигли Я так думаю Такого насыщения этого проекта Ну конечно Ну а идея-то ваша И как она возникла? Вот об этом Расскажите, пожалуйста Надо же сказать, что Ну Лично я в этой профессии Достаточно давно И Все те Коллеги мои Которые Много работают По проектам Сохранения наследия В основном Конечно Архитектурного Потому что В меньшей степени Архитекторы Занимаются Например Памятниками археологии Хотя это тоже Очень важно Памятники природы Другие Элементы Наследия Но Все-таки Очень волнует Всегда нас Архитектура В городах И то О чем мы с вами Вот до эфира Говорили Что Вот город Как Такое Будем говорить Сочетание И современных элементов И Вот этой старой архитектуры Которая безусловно Должна сохраняться Мультиархитектурной Или как это называется Как элемент Нашей Вот идентичности Просто Нашего Нашего Наследия То Конечно Все прекрасно Понимают Что Нам необходимы И методики Новые И новые исследования Этого процесса Понимание того Что Можно делать Сегодня Потому что Я могу сказать Что Вообще Идея Сохранения Объектов Наследия Она Уходит В глубины Веков Но тем не менее Она все время Немножечко Изменяется Какие-то Выдвигаются На первый план Какие-то Особые Особо Значимые Направления И какие-то Уходят Немножечко Такую В тень Я бы сказала И это тоже Очень важно Для того Чтобы Таким Органам Контрольным Как Министерство Культуры Как Департамент Вот в Москве Культурного Наследия Как вообще Органы Охраны Памятников Им понимать Что Возможно Пропустить Как бы Вот по этим Проектам На сегодняшний день Для Реализацию Что невозможно Вот для этого Уже Теперь есть Методисты Архитекторы Реставраторы Которые Работают В этом направлении И которые Могут сказать Своё виское слово То есть Смотрите Получается До этого Фестиваля Подобных Мероприятий Не проводилось Как Складывалась Жизнь Архитектуры Надо сказать Что Вот например Есть такое Такое мероприятие Московская Реставрация Она значимая Ввиду того Что она Проходит Как бы Вот в регионе Ежегодно В Москве И Всё-таки Москва Является Столицей То на это Мероприятие Приезжают Гости И из других Регионов Страны Но тем не менее Это показывается И награждаются Только московские Объекты И только Работы По этим Московским Объектам В Питере Проходит Свой Фестиваль Да В других Регионах Тоже И вы Наконец-то Решили И вот мы Решили Собрать Всё это И вот Я могу Сказать Что эта Идея Была Поддержана И я Недаром Сказала Что это И союз Реставраторов России Недавно Созданный И работающий Очень активно Последние Три года И Всероссийское Общество Охраны Памятников То есть Нас поддержали Вот эту идею Поддержали Все те Которые Неравнодушны К наследию Которые хотят Действительно Сохранить И пронести Это наследие Как бы В последующие годы Для последующих поколений За что им Громадное спасибо У нас сейчас Певица Которая Наследием Станет Ещё Очень Не скоро Давайте Посмотрим И послушаем Молодое Дарование В эфире Страны ФМ Дамы и господа Вы смотрите И слушаете Страну ФМ Пожалуйста Не забывайте Не прослушайте Что со 2 По 5 июля Этого года В Центральном Выставочном Зале Манеж Союз архитекторов России Проведёт Первый Всероссийский Фестиваль С международным Участием Архитектурное Наследие Это будут Не только Конференции Это будут Ещё и Мероприятия Связанные С награждением Лучших Из лучших Давайте спросим У нас Ирина Александровна Маркина в гостях Председатель Совета по Наследию Союза архитекторов России Итак Что же там Ещё будет Кто что Может получить Роман Мы надеемся Что этот Фестиваль Он объединит Многих Во первых Специалистов В этой области В области Сохранения Наследия И покажет Максимально Покажет Возможности И Уже то Что сделано В регионах России У нас есть Прекрасный Для этого Смотр Регионы России Он так и Называется Реставраторы Архитекторы Технологи Реставраторы Инженеры Реставраторы Покажут Свои проекты По Отдельным Объектам Культурного Наследия И комплексам И этот Конкурс У нас Называется Лучший Объект Наследия Будут Представлены Научные Работы И публикации За последние 5 лет Это Очень важно Для тех Которые Работают По истории Архитектуры По истории Своего Края То есть Вот эти Работы Тоже Будут Оцениваться И все Для этого Специальные Жюри Я так понимаю Что это у вас Такой Архитектурный Оскар Ну Оскара У нас Нет К сожалению Все таки Я имею ввиду В мире Архитектуры Нашей страны Могу сказать Что Вот Будем Говорить Наша Медаль Которую Мы тоже Придумали И Союз Архитекторов Учредил Специально Вот для Первого Такого Всероссийского Фестиваля Это Медаль Имени Петра Дмитриевича Барановского Потому что Все специалисты Которые связаны С наследием Все прекрасно знают Что Петр Дмитриевич Это один из тех Архитекторов Реставраторов Который Во-первых Многое Сохранил В довоенный И послевоенный Период В стране И Его все считают Все-таки Первым Первым Практиком И первым Методистом Сохранения Объектов Наследия И поэтому На наш взгляд Вот эта медаль Она будет Достаточно Значима И мы Ее будем Как бы Она учреждена Но Будет Работать Специальная Наградная Комиссия Которая Должна будет Оценить Вклад Того или иного Реставратора В Сохранение Вот В области Сохранения Наследия И Таких Медалей Будет Наверное Достаточно Небольшое Количество Уникальное Конечно И Надеемся Что Это Поднимет И престиж Нашей Профессии И Ну Будет Какой-то Вот такой Стимул Для дальнейшего Развития Для дальнейшей Работы Что касается Международного Участия Это что Какие-то Компании Какие-то Известные Архитекторы Из других стран Принимают участие Фестиваль Как здесь Надеемся И уже Многие Приглашены Ведь Этот фестиваль Не только Он первый Но Он первый Всероссийский Он первый Всероссийский И тема У него Интересная Это все-таки 20-й век Мы Как бы 20-й век Выделили В особое Как бы В особое Рассмотрение И для этого Мы Сделали все Для того Чтобы И показать Наследие Это 20-го века Поэтому Вместе С музеем Щусева Мы Делаем Большую Ретроспективную Выставку Архитектурное Наследие России 20-го века И Здесь Еще Будет И международная Конференция Это в эти же дни В эти же дни Она очень плотная Программа И в эти же дни Мы планируем Все-таки Такую В один день Она будет проходить 3-го Июля Это будет Международная Конференция Архитектурное Наследие 20-го века На которой Приглашены Не только Российские Специалисты Но и Ведущие специалисты Европы Которые тоже Надеемся Расскажут О методах Сохранения Архитектуры 20-го века В Европе Простые люди Могут ли прийти Что-то для себя Почерпнуть Вот об этом Расскажите Просто любители Архитектуры Любители культуры Вот что там Какая программа Для нас Обывателей Надо сказать Что Ну Архитекторы Которые Участвуют Сейчас В подготовке Этого фестиваля Народ Все-таки Если архитектура Она такая Посередине Находится Между Чистым творчеством И производственными Какими-то направлениями Деятельности Но строительством То архитектор Где-то посередине И все-таки Вот это творческое Начало Оно В общем Как-то будоражит Как бы состояние Человека Но без этого Ничего не придумать И поэтому Мы все-таки Очень хотим Чтобы были У нас Появились там Такие Например Инсталляции Малевича Понимаете То есть Какие-то художественные Так сказать Акценты Они тоже там Будут присутствовать Например Вопросы Связанные С Оформлением Интерьеров У нас Строгновское училище Решило показать Так сказать Работы Их мастеров Это интерьеры В современных Это интерьеры В объектах Наследия Ну в общем-то Сделанные сегодня То есть Это можно потом Как-то себе Подчерпнуть Да Конечно Это Каждый может Все-таки Извлечь Из этого фестиваля Потом Сделать гостиную В стиле Янтарной комнаты Пожалуйста Пожалуйста Вот И самое главное Заключить Наверное Еще и контракты Какие-то Потому что Будут представлены Фирмы Которые Готовы Оказать Определенные Услуги И не только Крупным Организациям Но и Отдельным Частным Лицам То есть Это уже Современные Тенденции В строительстве В архитектуре В технологиях Да Механизм Вообще Защиты Вот этого Культурного Наследия Он Каков Как Действуете Как он Должен По вашему мнению Это По двух словах Конечно Очень сложно Рассказать Но Наверное Все прекрасно Знают Что Вообще Как бы Деятельность По сохранению Объектов Наследия Она у нас Зарегулирована Законодательством И Поэтому Очень серьезно В этом плане Работают Целая система Органов Охраны Памятников И В основном В этой системе Я и тоже Начинала С этого И достаточно Долго работала В Министерстве Культуры И как раз Возглавляла Управление По охране Объектов Культурного Наследия И там Алгоритм Чиновника Он Узок Согласовано Не согласовано И особенно Нигде Ничего не Объясняется Почему Не согласовано Почему Какая-то Та или иная Работа Чиновником Там Как бы Скать Не то Чтобы Не понравилось А то Что Уходит За скобки Просто Потому что Это Как бы Не вписывается В рамки Законодательства Без полутонов Да А вот Фестивали И смотры Конкурса Когда мы Можем увидеть Разные Проектные Работы Может быть Даже На Одну и ту же Тему Вот например Приспособление Объекта Культурного Наследия Сложнейшая Вещь Как можно Сохранить Его Облик Еще туда Вложив Все современные Функции Связанные Там С Инженерными Коммуникациями С охраной Противопожарными Всякими Защитами И прочее За охраной Населения В конце концов Может напольное покрытие Современное Где-то Требуется Так вот Вот эти Все вещи Дорабатываются По сути дела Методом Пропы и ошибок И вот как раз Эти методы Пропы и ошибок Мы-то и хотим Показать На этом Смотре Чтобы люди Приехали Специалисты И не только Специалисты Со всей страны И увидели Все-таки Что Очень хорошо Что возможно На сегодняшний день Сделать в объекте А что Наверное И не будет Поощряться Не просто Чиновниками А все-таки Вот такой Профессиональной Общественностью А вообще Что важно Учести Архитектору При работе С этой самой Городской средой Понимаете А вот Городская среда Это еще Отдельная тема Это все-таки Не работа В памятнике И с самим Памятником А это уже Формирование Да Это средовой Подход И формирование Среды Которая Крайне Важна Для восприятия Того или иного Объекта И надо сказать Если мы Обратимся К международным Документам Те которые Были выпущены Вот Во второй половине 20 века После войны После создания Вот такой Международной Организации ЮНЕСКО Где были В 60-е В 70-е Годы Сформированы Вот эти Основные Постулаты Сохранения Наследия То вот Они как раз И говорят нам О том Что мы Должны Стремиться Не только К сохранению Отдельного Объекта Но и Вот этой Вот исторической Городостроительной Среды Которые Окружают Этот объект И самое главное Среды В которой Мы все Живем И мы Хотим иметь Эту комфортную Среду Не просто Только Так сказать С чистой Экологией Чистым Воздухом Но еще И с Чистой Архитектурой Я бы так Сказала С культурой Ну а вообще Вот архитектура Которая уже Считается Исторической Не новой Мягко говоря Архитектурой Как она Вот Все-таки Город Может ли Становиться Новым городом Обновляемым Современным Городом С тем Что это Вот Находится Где-то На наш взгляд Да И мы имеем Исторические Примеры Один из Примеров Это Как ни Странно Работа С таким Городом Как Екатеринбург Свердловск В 30-е Годы Когда Была Поставлена Задача Ну мы Не будем Говорить Кем И Почему Она Была Поставлена Эта Задача Но тем Не Менее Так Из этого Города Хотели И Сделали Просто Уникальный Совершенно Образец Промышленной Архитектуры А что было дальше Дорогие друзья Узнайте Если останетесь В компании Страны ФМ Мы скоро Вернемся Программа Лучшие в стране Продолжается Друзья Ирина Александровна Маркина У нас в гостях Председатель Совета по наследию Союза архитекторов России И мы говорим Про историю Говорим Про архитектуру И вот Сейчас уже Какое-то время Не отрываясь От своих приемников И компьютеров Сидят Слушают Смотрят Жители Екатеринбурга И всей области Потому что Мы начали Как раз Про Екатеринбург Говорить Я надеюсь Что Это все-таки Большая гордость Для екатеринбургцев Что Такое наследие Имеет Именно этот город Потому что В 30-е годы Приехало Очень большое Количество Архитекторов Градостроителей Причем Архитекторы Были Разные От Тех Теоретиков Ну Которые Вот Сейчас уже Мы знаем И много Пишут о них Иван Леонидов Например Классики архитектуры Классики архитектуры Но самое главное Вот Этого Как бы Этой идеей Я бы даже не сказала Стиле А именно Этой идеей Это и тот же самый Малевич Художник Но Много Создавший Идей Для архитектуры Градостроители Щусев Работал Над генеральным планом Свердловска Другие Специалисты Много Приехал Немецких Архитекторов Работал Это был такой Архитектурный десант Практически Да Это Такой Я бы сказала Творческий котел В котором варилось все И сварилась Конечно Очень качественная Архитектура И самое главное Вот это То о чем мы с вами Говорили Градостроительная среда И сейчас Важно Сохранить И вот Надо сказать Что Екатеринбург Представляет На этом фестивале Свою Большую Выставку Проблемы Архитектуры Сохранения Архитектурного Наследия Екатеринбурга И Мы тоже должны Выработать Свои Методы Сохранения 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 Этого Наследия Это тоже Очень важно И я бы сказала Сейчас Что очень Хочется подчеркнуть Что Преемственность Преемственность У нас все Таки Существует И не только В самой Архитектуре Но и В поколениях Архитекторов И мы сейчас Уже Знаем Эти имена Это и Это и Внук Приглашаем Приглашаем Мы их Не просто Так Посмотреть И послушать А приглашаем Их со своими Творческими Работами И вот Уже сейчас Зарегистрировано На Площадке Манежа Зарегистрировано Около Семидесяти Студенческих Работ Которые Будут Между Собой Тоже Конкурировать И там Будет Работать Специальная Жюри Из Преподавателей И архитекторов Созданная И конечно Мы будем Награждать Лучшие Работы И студенческие Я думаю Что это Та площадка И кстати Говоря Вот здесь Своё слово Сказало Всероссийское Общество Охраны Памятников Которые Формируют Специальную Студенческую Площадку И площадку Волонтёров Которые Будут Обсуждать Проблемы Сохранения И методы Этого Сохранения Не только Проектные Но и Действенные Что могут Сделать Люди В той Ситуации В которую Иногда Попадают Памятники По поводу Призов Премий Для студентов Что предусмотрено Молодёжи Всё-таки Это важно Конечно Это очень важно Предусмотрено И для Конкурсантов Проектировщиков И для студентов Предусмотрены Специальные Дипломы И не только Дипломы Первого Второго Третьего Достоинства Но и ещё Такие Будем говорить Преференции Союза Архитекторов России Союза Реставраторов России Министерства Культуры Российской Федерации Когда Лучшие Работы Будут Не только Награждаться Дипломами Но и Они Попадут Во-первых В лучшие Журналы Архитектурные Это будет Большая реклама Для тех Студентов Которые Уже Связали Себя С Вот Этой Профессией Не просто Архитектора А архитектора Реставратора И Я надеюсь Что Таким Образом Мы Немножечко Стимулируем Вот эту Деятельность Хотя Конечно Есть Как В любом Другом Процессе Есть И отрицательные Какие-то Стороны В плане Того Что Все Жалуются На то Что Заказов Очень Мало Что Реставрируется Не очень Много Объектов Вот здесь Вот тоже Очень важно Подчеркнуть Что Даже будут Награждаться Те Инвесторы Которые Все-таки Вкладывают Деньги В сохранение Наследия И Им большое Спасибо За это Да И Сейчас Формируют Уже Новое Как бы Новое Поколение Тех Объектов Наследия Которые Требуют Да И самое Главное Что они Уже Приведены В хорошее Состояние И Как мы Говорим В Хорошее Техническое Состояние Они могут Эксплуатироваться И При Хорошем Обращении С ними Они еще Прослужат Не одну Сотню лет Мы желаем Этим Архитектурным Объектам Дождаться Полного Так сказать Полной Реставрации Друзья Оставайтесь Компанией Страны ФМ Мы сейчас От разговоров Перейдем К песне Ну а после этого Вернемся И поговорим Еще Дамы и господа Академик Академии Архитектурного Наследия Проректор Института Реставрации Руководителя Общественной Организации Наследие Безграниц Председатель Совета По Наследию Союза Архитекторов России Ирина Александровна Маркина В гостях У страны ФМ И мы Продолжаем Говорить Про архитектуру Про то Что со 2 по 5 июля Этого года В Центральном Выставочном Зале Манеж Союз Архитекторов России Проведет Первый Всероссийский Фестиваль С международным Участием Архитектурное Наследие Всех Мы вас Приглашаем Еще раз Хочу сказать Спасибо огромное Что вы меня пригласили Но не могу Не уточнить Что Министерство Культуры Российской Федерации Активно Помогает Союз Архитекторов Организационно И даже Финансово Вот сейчас Как раз Проходит Электронный Аукцион На эти Мероприятия То есть Это тоже Очень важная Поддержка И не могу Не сказать Про Союз Реставраторов России Это Вячеслав Николаевич Фатин И Всероссийское Общество Охраны Памятников Во главе С ее Президентом Почетным Галиной Иванной Маланичевой И Демидовым Артемом Геннадьевичем Руководителем Нынешним Руководителем Центрального Совета Вот эти Все люди Они Конечно Во-первых Понимающие В том Что мы делаем И зачем Мы это делаем И Конечно Вот такое Сообщество Оно и Позволяет нам Позволит Вернее Я очень на это надеюсь Что выйти все-таки На хорошие результаты Этого фестиваля Мы в ожидании Фестиваля Вам в свою очередь Скажем Большое спасибо За то Что случилось На ВДНХ С павильоном Космос Вот об этом Расскажите Пожалуйста Ну Все это Наверное Уже оценили Большую работу Конечно Правительство Москвы И Руководитель Сейчас Комплекса ВДНХ И те Которые Занимаются Непосредственно Сохранением И это Кураторы Всех Реставрационных Работ Во главе С Департаментом Культурного Наследия Алексеем Александровичем Емельяновым Вся его Команда Реставраторов И Госпожа Проничева Это руководитель Вот сейчас Центра ВДНХ Конечно Прикладывают Все усилия Чтобы максимально Вернуть Вот эти Объекты 30-х Терра 50-х Годов В их Все-таки В их Вид Исторически Вернуть Им исторический Облик Ну с учетом Современных Технологий Да С учетом Этого Но самое Главное Что Надо понимать Что 90-е годы Повергли Вообще Как бы Все объекты ВДНХ В такое Будем говорить Их настолько Сильно Перестроили Что Реставраторам Тяжело Было Вернуть Вот сейчас Хотя бы Даже в проектных Решениях Вернуть Тот облик Который Все-таки Был Изначально Интересен Он Главное И интересен Это был Не только Для Российских Специалистов И Общественности Но и Для Наверное Всего Мирового Сообщества Я бы Так Сказала Хотя Этот комплекс Еще не Является Объектом Всемирного Наследия Но Вполне Возможно В будущем Потому Потому Мы Все-таки Вернули Во-первых Отреставрировали Скульптурную Композицию Мухиной За что Вам Громоднейшее Спасибо Мы продолжим Друзья Оставайтесь В компании Страна ФМ Сейчас Музыка Друзья Вы слушаете И смотрите Страну ФМ Мы продолжаем Говорить Про архитектуру И Хотелось бы Напомнить Что у нас Ирина Александровна Маркина В гостях Да Замечательный Председатель Совета По наследию Союза Архитекторов России Мы вас Приглашаем На Замечательный Фестиваль Который пройдется 2 по 5 июля В центральном Выставочном Зале Манеж Приходите Наслаждайтесь Искусством Спасибо Не могу Не сказать Что Конечно Мы приглашаем Не только Вот сейчас Уже такой этап Мы наверное Вошли в тот этап Когда мы Уже приглашаем Гостей Но Могу сказать Это для специалистов Что еще не поздно Наверное у нас осталось Немножко времени Там неделька Дней 10 Когда Мы еще ждем Проекты И может быть они будут Самые интересные Которые С которыми приедут Архитекторы На этот фестиваль То есть Всех тех Которые еще Как бы не Может быть где-то Не услышали Что-то не прочли Понимаете Но вот это Очень важно Чтобы Вот вчера Как раз Один из Просто Моих коллег Позвонил Из дома Архитекторов Это рядом Совершенно Есть союз Архитекторов России Есть союз Архитекторов Москвы Так вот Он как-то Вот Не дозрел Понимаете Вот за все За весь Период Забегался Да За полгода Подготовки Фестиваля Значит И вот он Они поздно Они поздно Включиться В эту программу Понимаете Это случилось Только вчера Поэтому Очень надеюсь Что еще Кто-то услышит Кто-то еще Как бы Сориентируется Насчет Вот этого фестиваля Если человек Сориентировался Его действия Есть сайт Или Да Все есть Есть сайт Значит Есть там Телефоны Электронные почты Все абсолютно есть Все Все прекрасно знают Но Надо Отдать Должное Не все Особенно Архитектор И особенно Руководители Заглядывают На сайты Вот И что-то И что-то Слушают Вот Надеюсь Что ваш эфир Еще подстегнет Немножко Раскройте Вот Такую небольшую Тайну Для нас Для многих Непосвященных В мир архитектуры Вообще Архитекторы Это какие люди Они Уединяются Чтобы найти Вдохновение Они Мучительно Ищут форму Того Что необходимо Им воплотить Вот Как Появляются Такие люди Надо сказать Что как в любой Творческой профессии Есть Есть Теоретики Одиночки Так А есть Достаточно Такие Коммуникабельные Люди Которые Должны Вообще Могу сказать Что архитектура И архитектурное Проектирование Это все-таки Коллективный процесс И он Все мы Прекрасно Понимаем Что это не просто Архитектурный Проект Но это еще И реализация Того или иного Сооружения А это значит Строители А это значит Производственные Площадки И здесь Очень важно Бетон Арматуры Да Это важна роль Вот этого архитектора Автора проекта Который Ну во-первых Даже и по законодательству И по охране памятников И по градостроительному Он Осуществляет Авторский надзор Вот этот Главный архитектор Проекта И конечно Так сказать Есть Так сказать Разные направления Дельности Вот этого Архитектурного Проектирования Но нельзя Не подчеркнуть То что Все архитекторы Идут к этому Достаточно Долго Это и Жизнь Как бы Ну Это и жизнь Наверное В семье Это воспитание Ребенка Это школа И художественные Школы И художественные Колледжи Это и конечно Архитектурные Вузы Которые Как бы Дотачивают Вот это Мастерство Специалиста Который Уже Пришел Не просто так В этот мир И в эту профессию К служению Профессию Он готовится Если бы Вам сказали Вот Ирина Александровна Любой объект В мире На этой планете Земля Вы можете Отреставрировать И деньги будут Что бы вы Отреставрировали Я бы Вы знаете Это Это тяжелый Вопрос Для меня Потому что У меня есть Такие больные Больные темы Больные темы Но Сейчас Это все-таки Конструктивизм 30-х 40-х Годов Это уникальная Архитектура Это Практически Скульптурные Произведения Каждый дом Это Не просто дом А это Законченное Произведение И мы Можем Увидеть Например Такой дом В Москве Как Константина Мельникова Жилой его дом В Кривоарбатском Переулке И это Действительно Это не просто Архитектура Это Произведение И вот Посвятить Себя И советую Другим Все-таки Работать Над архитектурой 30-х годов И максимально Сохранить Этот пласт Наследие Для страны Спасибо Спасибо, что вы Это сохраняете Друзья Ирина Александровна Маркина была В гостях Страны ФМ И конечно Со 2 по 5 июля Этого года В центральном Выставочном зале Манеж пройдет Фестиваль На который мы вас Приглашаем Архитектурное Наследие Спасибо Всего доброго Спасибо вам До свидания Лучшее в стране